ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это отскок-то был. И три партнера Рида Буше, Зернов, Толчинский и Корбан Найт были рядышком. Но добраться до шаевой первыми сумели защитники ЦСКА. Здорово комбинирует сейчас. А мячи, шайба влетает в ворота. Рид Буше забивает мастер по игре в большинстве. Очень удачно шайба к нему выскочила. Оказался он один на дальней штанге. Недолго думая бросил и попал. Одиннадцатая заброшенная шайба Рида Буше. И на самом деле он, когда бросал по воротам, надеялся на похожую ситуацию. Все-таки три нападающих, а достаточно много игроков на подборе. Мячи все-таки эту шайбу выцарапывают. И вновь подключение дальнего защитника. Береглазов не стал бросать. А вот теперь бросок есть. Но вот добивание не последовало. От Комарова взмыло шайбы вверх. Комаров по ней не попал. Клим Костин. Удачно шайба отскочила к этому нападающему. Но на возврате Телегин там. Попытался заблокировать Клюшку. И хотя полностью этого сделать не получилось. Но по крайней мере с такого хорошего движения. Клюшку Костина, который сейчас на ваших экранах сумел заблокировать Иван Телегин. С другой стороны правильное решение. Такую длинную смену пришлось обороняться. Оп, отвечает Сошников. Классный гол опередил Сошников Емелина, который перестраивался в этот момент. За счет разности скоростей нападающий ЦСКА ушел от 74 номера. Авангарда бросил и шайба просочилась сквозь амуницию грубец и оказалась в воротах. В свою очередь Авангард внимательно, аккуратно провел первый период. Без нарушений правила, соответственно, без игры в меньшинстве. Но Адальбек нарушил правила над Толчинском. А вот тут ЦСКА впервые в этой встрече выходит вперед. И отличается Брэндон Лайпси. Андрунову удалось выиграть брасывание. ЦСКА перевел игру к воротам Авангарда. Выпустил звено Кемпе. И, собственно говоря, нападающие сумели найти свой момент. Лайпси, конечно, вообще здесь в условиях таком ограниченном пространстве сориентировался здорово. И вот Мамин побежал за шайбой в сегодняшней встрече. Но не удается Мамину переиграть ближнем бою грубец. Показывает Мамин, что его цепляли. Но у судей другое мнение на этот счет. А здесь Мамин вроде как убирал шайбу на неудобную руку. На неудобную сторону крюка. И поднять шайбу над щитком. Шимона грубеца, нападающий ЦСКА, не сумел. Шрибдянов через борт. Мы помним, что после первой коммерческой паузы в втором периоде Авангард завладел преимуществом. Сейчас эта пауза, судя по всему, на пользу армейцам пошла. Которые вообще во втором отрезке хороши. И это гол. Мамин забивает вновь ворота Авангарда. И делает счет 3-1. И здесь два игрока Авангарда переключались. Между двумя крайними нападающими ЦСКА. Не уследили за Мамином. И тот шайбу первым движением обработал. Вторым движением отправил в дальний угол над щитком. Учитывая, что Авангарду нужно отыгрывать. Две шайбы, а соответственно и больше шайб необходимо сохранять в зоне атаки. Что пытаются сделать защитники. И вот такой момент придумывают на пару Акулов с Мамином. Мог Мамин оформлять дубль. Незамысловатая передача по такой очень высокой траектории с неудобной руки от Акулова. И Мамин до шайбы добирается первым. Бросал поворотом соперника с неудобной руки Александр Хохлачев. Ширыченков с этим броском справился. И теперь Соркин попытается поразить уже пустые ворота. Попадает и делает счет 4-1. Во второй раз в этом сезоне армейцы забивают 4 шайбы в ворота Авангарда. И, судя по всему, сегодня добьются очередной гостевой победы над мячами. Который станет десятый подряд в очном противостоянии этих команд. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...